Огромное благодарство за предложение присоединиться к вам. Я попытаюсь таким образом отреагировать на этот вопрос. Трампова политика в отношении Западной и Восточной Европы, а также европейской ситуации, будет формироваться под влиянием двух ключевых тенденций. Основной тенденцией, которую следует отметить, является вопрос о том, кто будет руководить торговой политикой Соединённых Штатов Америки. Будет ли это Роберт Лейтайзер или же окружающие его люди? Это происходит потому, что внешняя политика США будет определяться новой торговой стратегией. Трамп обещает разрушить Бреттон-Вудскую систему, уничтожить систему товарных бирж, следовательно, его ожидает бурный и непредсказуемый путь. Также заявляет о начале применения тарифов на товары из Европы, тем самым инициируя торговый конфликт с Европейским Союзом. Трамп. Украинский конфликт. В основном европейская проблема. Заявлено. Согласно рассказам близких к Трампу людей, включая вице-президента и таких персон, как Ванс и Колби, американцы испытывают значительные переживания для концепции, известной на английском как «offshore balancing» или «балансирование между континентами на дистанции». Они решаются на отказ от системы господства, господство, которое гарантировало безопасность всем тем, кому они обещали обеспечить эту защиту, и к «offshore»-ному балансу перейти. Польская элита не хочет мириться с этим интеллектуально. Таким образом, стратегия и будущее тесно связаны с прогнозированием будущего, и я хочу немедленно подчеркнуть, что не все согласны с этим подходом. Это будет иметь ключевое значение как для Польши, так и для Украины. Позвольте повториться. Американцы переключатся на «offshore»-ное балансирование, уменьшив свою приверженность Европе и стабилизируя обстановку лишь там, где это критически важно. Фокус на Тихоокеанский район, решаем торговый спор с Китаем, изменения в структуре Пентагона. Такие события намекают на возможные преобразования, которые могут затронуть как Польшу, так и Украину. Мне кажется, что одни за Украину, другие за Польшу. А почему иначе? Объясню скоро. В 2022 году и до войны, до февраля 2022, Польша и Украина могут видеть похожие, но разные изменения. Перед важным событием в Польше в Польше придется решить вопрос о формировании новой архитектуры безопасности без постоянного присутствия американцев, особенно когда большинство, польская верхушка категорически отказывается признавать и вообще отвергает такое утверждение. Германия и Франция будут оказывать давление на европейскую консолидацию здесь. Давление на Польшу за военную реформу, по моему мнению, будет оказываться здесь, не следует верным курсам и не усваивает уроки, полученные от войны в Украине. Польша слишком уверенная в неотложности взаимодействия с военными США, словно американцы обязаны начать боевые действия с первых секунд, и игра на грани. Американцы на новой базе не начнут военные действия сразу. Вот где кроется различие. Они желают, чтобы действовали именно европейцы. Украине, по всей видимости, предстоят непростые времена, так как американцы, они захотят завершить войну и сделать это в таких стратегических условиях, что им не удастся принудить Украину вернуть территории, потерянные в ходе военных действий. Я убежден, что Трамп не способен урегулировать этот конфликт, так как у США недостаточно средств воздействия для его разрешения. Возможно, он будет вынужден удовлетворить все российские запросы. Проблема заключается в том, что США не способны выпускать военную технику в таком количестве, которое требуется для обеспечения победы. Силы украинцев иссякают. Не могу предсказать, насколько долго они смогут продержаться. Вероятно, вы, друзья, способны лучше осознать эту ситуацию. Не лучшие новости для Украины, к сожалению. Друзья, могли бы вы поделиться своей стратегией? Мне очень интересно узнать. Мы можем описать, что ждет в ближайшие годы, так как в стратегии «Инферксор» есть представление о будущем. «Инферкор» в украино-американских связях, в отличие от вас, демонстрирует проницательность, особенно в управлении эскалацией США, влияющей на перспективы. Триумфирует. В период осени 1922 года Украина имела все шансы на победу в военном конфликте, поскольку русские вооруженные силы на тот момент еще не достигли большого численного состава. После проведенных реформ Сердюкова и Шойгу ее завершение было возможно, но американцы активно действуют, стремясь закончить ее сами. И это является уроком для Польши. Янки не хотят обитать межокеанами. Проект «Интермариум». В конечном итоге я выбираю стратегию поддержки «Интермариума». Ранее, вместе с представителями Швеции и Украины, мы рассматривали возможность создания некой балансирующей силы в регионе. Коалиция «Россия». Особенно после победы под Киевом, я подумал, что у украинской армии есть шанс. Однако осень 1922 года и опасения американцев, боясь потерять контроль над эскалацией и ядерной угрозой, препятствовали реализации этого масштабного проекта и мечты. Какое множество различных названий, а?